Варсандер 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 Кстати, продолжить игру странно, я ведь в неё не играл. Давайте посмотрим, что же из себя представляет. Кстати, разрешение максимально здесь 1024 на 768, это просто жесть. Сорванные башни, причём недоступно, видимо, для того, чтобы разблокировать этот невероятно реалистичный режим, нужно сначала пройти игру на обычной сложности. А, это была обычная игра, а теперь выбор сложности не совсем понятно, что это. Но Гайджин Энтертеймент и по сей день очень любят вот это вот реалистичные бои, аркадные бои, симуляторные бои. Вот у них с ранних, самых сосранних лет вот эта борода, что выберите. Сначала режим игры, потом ещё и сложность выберите, но, я не знаю, давайте нормальную игру. О боже, 50 лет не видел такого красивого, отлично нарисованного. Ну чё, впереди один лошок понтуется. Сделай его! Ммм, сколько полигонов в этой Феррари. И я думаю, ответ может дать только бать его на Амаз. Пошли. Да, и в этой игре, к сожалению, играет саундтреки группы Ленинград. Я, конечно, готов оценить, оцениваю музыкальный вкус Гайджин Энтертеймент среди с этим. Хотя, при чём тут Гайджин Энтертеймент? Эта музыка играла в фильме. Но у неё есть правообладатель, который жёстко-жёстко покарает за её использование. Но музыкальные вкусы, скажем, игры я оцениваю примерно как 12 из 10, потому что, ну... Что не говоря, Серёга Шнуров могёт. Серёга Шнуров... Чё это было? Это Гоблин озвучил сейчас смех вот тогда. Интересно, кем себя чувствовал Дмитрий Юрьевич, когда издавал эти звуки? Так, мы видим слева самолётные ангары. Мы едем... Это вообще-то асфальт? Или это просто тропинку грибники протоптали? Опа, и Бумер кинул в занос. Бэха-7-ка классная тачка. Сработали антипробуксовочные, сработали. Всё, что у нас сработало, единственное, что я не слышу, это звук мотора. Бэха-7-ка, конечно, классная тачка, но... Это отнюдь не бесшумный стелс-самолёт. Она должна реветь мотором всё-таки хоть немножечко на такой-то бешеной скорости. Тут мы видим, Семёра проехала повстречной. Что приятно, игра выдаёт 60 фпс. Учитывая, что моя видеокарта вышла на 12 лет позже, чем эта игра, я считаю, что это довольно неплохой результат. Геймпад игра не поддерживается. Вот это у меня к Гайджинам серьёзная претензия. Какого чёрта я, почему я не могу поиграть в этот шедевр на геймпаде? То есть, ну, это же гоночка. Я хочу делать управление за носом. Я хочу плавно входить в поворот. Какого чёрта я должен классить клавиатуру? Номер, кстати, O248VN77-й регион. Если я пока... То есть, это как бы реально у человека может быть такой номер на тачке. То есть, если вы являетесь обладателем... Я не понимаю, к чему относится эта реакция, которая озвучена Дмитрием Юрьевичем. Такое ощущение, что едут в машине просто 4 обкуренных долбоёба. Они увидели, как смешно летит листик, блядь, и просто немножко орнули. Так вот, если у вас случайно на тачке висит номер O248, Oleg248, Владимир, Нина77-го региона, знайте, что ваш номер засветился в такой офигенной игре, с которой начала свой путь. Компания Гайзин, мать его, Интертеймент. А что слева сверху за значки, что они значат? Убитые, размажённые головы, зверские убийства, двойные убийства, тройные убийства, массовые убийства, взорванные гранатой, уничтоженные машины. Кого они наёбывают? Я тут вообще никого не видел, кого можно было убить зверски двойным, тройным убийством. Ничего, блядь, думаешь, что ГТА-шку что ли сделали? Ни хрена, тут такого нет. Я надеюсь, что актёры из фильма Бумер не накидают мне страйков за использование их лиц в этом видео, потому что, ну, Гайзин же их использовал. Камон, да что же она так грузится? Реально, у меня на первой плойке первое Диабло быстрее загружалось, это жесть. Также в игре обильно использованы кадры из оригинального фильма, который я тоже не могу показывать, потому что прилетит страйк просто моментально. Что касается шансона и блатника, и прочих фильмов, ну, правообладатель в России права защищать железной хваткой. Поэтому, ну, тем более, что фильм Бумер не видели, наверное, разве что туземцы. Они, походу, на твою шикарную езду обиделись. Валить отсюда надо. Самый прикол, что никакой предпосылки ко второму уровню игры не было в видеоролике. Просто какой-то хрен порылся в багажнике нашей Бэхи, из чего тут начинается какая-то очередная гонка. Ну, я немножко не понимаю. И самое интересное, это была шутка такая от Мэйден Гоблин в конце, типа, алло, ой, извините, я не туда попал, целься лучше. Но я считаю, что это очень достойный панчлайн. Обязательно буду использовать, если кто-нибудь еще раз... Нет, кто-нибудь когда-нибудь снова позвонит мне и скажет, что ошибся номером, а такого не было уже. Ёб твою... Это чего? А, я вижу, ошпаренный килла. Все, все, я узнал. Я узнал эти лица, они роят с полигонами. А вот мы обходим, видимо, гелик физрука, нагло подрезаем фаму. Но он не кидается за нами в погоне. Блядь, времени осталось 9 минут, серьезно? Я, честно говоря, не помню обзор. Я помню, что Мэдисон делал на этот обзор, но я не помню, что он там говорил. Потому что, ну, его обзоры можно теперь найти только на каких-то клоновых каналах. Пожалуйста, включайте отблок, когда их смотрите, потому что... Куда сворачивать, а? Потому что всякие пидоры, которые клонируют контент, не должны получать из этого вообще ни копейки, потому что они гандоны. Ну, так вот, и контент Мэдисона перезалит в абсолютно уебанском каком-то качестве. 360, что-то, блядь, захочешь поностальгировать, просто без кровавого поноса на эту хуйню не взглянешь. Ну, и, кстати, хочу заметить, что, несмотря на то, что тачка нарисована как полное дерьмо, Гайджин славится на сегодняшний день, наверное, лучшим своим движком и лучшей графикой. Очередной смех не к месту, стрельба по проезжим повстречке тачки. Такое ощущение, что эти пацаны просто ищут неприятности на своей заднице, блядь, обстреливая проезжающие Гелендвагены, вы ебанутые. Стреляйте хотя бы в какую-нибудь шахуху с ним, что Ашот обидится, что он сделает. Блядь, тут одни гелики и вазики, которые едут навстречу. Блядь, я залутал обрез. Я залутал обрез и каким-то чудом мы двоих даже убили, вот это да. Небо, небо, достойно нарисовано небо. Да для 2004 года это небо. Ну, это фотка, конечно же, это фотка, поэтому ничего пиздатого тут нет, но выбрали фотку классного цвета. И я смотрел Бумер, я смотрел его даже, наверное, два раза. Первый раз в оригинальной озвучке, второй раз, ну, очень мрачный фильм, депрессивный. Вот, а второй раз я смотрел вот как раз в озвучке от Гоблина. И, честно говоря, смешные переводы его я после этого немножко разлюбил, потому что я юмора не понял вообще, блядь, ни одного, наверное, нормального смешного момента. Но, видно, Дюма, порох в пороховнице все-таки закончился, потому что, ну, всякие там буря в стакане джедайские, там, это еще было смешно. Шматрица, это было смешно, но, блядь, антибумер, и как там называлась эта хуйня, антибумер, да, антибумер, вот это было просто лютое говно, ну, извините, при всем уважении к вашему творчеству, хуета была конкретная. Кстати, кто любит смешные переводы, советую скачать Гарри Поттер и Псих из Кигельбана, это вообще любители пацаны, где-то лет, наверное, 10 назад сделали смешную озвучку с саундтреками своими. Тоже получилось довольно, кстати, офигенно, но видно, что когда люди делают что-то на энтузиазме, получается хорошо, а когда вот, когда по выгодному контракту, когда вот душа не лежит, но сделать надо, получается, ебаный антибумер. Главное, я так понимаю, что мне еще 7 минут ебашить, блядь, по этой охуенно интересной дороге, и записывать это смысла нет, я просто хочу посмотреть, что будет, каким будет третий уровень, четвертый, пятый, блядь, конец игры, какой здесь. Короче, сейчас будет чудо, чудо, чудо монтажа. Увы, к моему величайшему сожалению, после второго уровня игра крашится и дальше не идет. Два раза переигрывал эту интереснейшую миссию, ни разу не помогло, поэтому пришлось стянуть видос из интернета, чтобы вам показать. После уровня с ездой днем и вечером наступает уровень с ездой ночью. Все такая же интересная гонка, все такие же блестящие перестрелки. Такое ощущение, что перед тем, как приступить к разработке этой игры, Годзины как следует вдохновились первой миссией из первой мафии. В общем, тут все по-прежнему. Вы едете, ваши кенты отстреливаются. Но уже в следующей миссии настает внезапный геймплейный поворот. Теперь бумером управляет искусственный интеллект кого-то из ваших спутников, а вы вваливаете по врагам из ТТшника. А в следующей миссии и вовсе ваш бумер попадает в засаду, и внезапно у вашего героя отрастают ноги, после чего начинается шутер на уровне Counter-Strike Global Offensive, либо Call of Duty Black Ops, а может быть и круче. Затем будет миссия Stalker Style, в которой нужно зачистить целый поселок городского типа из обреза. Причем всю дорогу во время этих сочных перестрелок вас будет доебывать убогая анимация подбора лута. Я думаю, к этому моменту уже у каждого зрителя возник вопрос, а Гайдзин, собственно, фильм-то вообще смотрели. Но впереди вас ждет уровень, от которого этот вопрос отпадает сам с собой. Конечно, блин, смотрели. И не раз. Ведь откуда еще они могли взять локацию с замком летающих перьев? Сомневаюсь, что игра Boomer имела хоть какой-то коммерческий успех, но Гайдзины на этом не остановились. И в 2005 году они выпустили новую игру по другому отечественному блокбастеру того же года розлива под названием «Жмурки». К сожалению, все три попытки установить эту игру на мой компьютер неизменно приводили к необходимости восстановления системы. Ну а по отсутствию видосов по этой игре на ютубе, можно и вовсе сделать вывод, что ни одной рабочей копии до наших дней не дошло. Сохранилось всего несколько скриншотов и текстовый обзор игры на стоп-гейме, в котором игру «Жмурки» обстоятельно и по полочкам синоним слова «хуесосят». Блять, ненавижу читать с бумажки. В частности, в статье указывается на то, что геймплей игры слизан с первых частей GTA, а количество врагов на уровнях зашкаливает настолько, что склады впечатлений, как будто игра происходит не в 90-х, а во время зомби-апокалипсиса. Глядя на скриншоты, первым делом бросается сходство с игрой «Хейтрид», которая вышла в прошлом году. Единственное отличие заключается в графике и в том, что изображения не стали делать черно-белым, намекая на то, что у нас кровищи, как у Тарантино. Годзины сделали нормальную цветную красочную картинку. «Хейтрид» вышел в 2015 году, игра «Жмурки» в 2005. Несложно сосчитать, что Годзины опережают западных разработчиков как минимум на 10 лет. В этом же году Годзины выпускают игру «Адреналин Экстрим Шоу». И это, походу, первая игра у Годзинов, которая сделана не по фильму. От участия в отечественном трэше Джейсона Стэттема, судя по всему, спасло то, что фильм «Адреналин» с его участием вышел на год позже. Короче, это игра про гонки. Вернее, про гонщиц. Чекаем титры «Гайджин Энтертеймент». Всё нормально. Продюсеры всё те же, а директора всё те же. Так. Неужто Гайджины в коем-то веке сделали заставку? Добрый вечер! Мы ведущие Геннадий Бочинский и Сергей Стилавин. Рады приветствовать вас в нашей студии. Как видите, Гайджины опять подтянули более-менее известных личностей того времени в свой проект. Правда, почему-то они сидят в тени и их вообще не видно. Я не знаю, их ли это голоса покойного Геннадия Бочинского и непокойного Стилавина. Возможно, просто получили права на использование их имени и образов в виде их теней на фоне яркого монитора. Это заряженные тачки, настоящие гоночные монстры. Адреналин – это рёвк двигателей и скрип тормозов. Это трассы, пролегающие во всемирно известных местах. В Нью-Йорке, Полиже, Мексике. В Сабадной и Восточной Европе, в Сибири и Средней Азии. Адреналин – это невероятные скорости, захватывающие дух трюки. Это возможность проверить своё водительское мастерство. Короче, это, походу, игра как сплит-секонд, только немножко древнее. Судя по всему, чуть-чуть похуже. Тут же мы видим рекламу радио «Максимум». И каких-то проституток. Ну что ж, можно ли всех посмотреть? Итак, Вика, обладательница титула «Мисс Россия». Вика родилась в 22 года. Вот это, понимаю, позднее. Как там, поздние роды. Но, смотрите, они сами так написали. Ладно, это просто неудачно составленный текст. Итак, Вика родилась в Ростове-на-Дону, которая считается южной столицей России. Никогда об этом не слышал. Сейчас живёт в Москве. В этом году закончил экономический университет. Собирается поступать в инспирантуру. Ну, судя по тому, что Вика одета как типичная проститутка, которая играет роль медсестры. Ни хрена она никуда не поступила. Пуля. Да ты не пуля, ты бомба. Ирина. Прораб из Киева. Вау. Эх, какие все такие на Украине сочные женщины. Безусловно, она один из самых колоритных персонажей на нашем шоу. Ира абсолютно уверена в своей победе. И, видимо, не в ебенности, судя по её позе. Странно, как у неё корсет поджимает сиськи. Так, настолько, что иногда позволяет себе во время гонки выдать крепкое словцо-другое в адрес соперницы. При этом этой Ирке 24 года. Ни хрена себе, как уже она будет 30. Лучик. Ну, Лучик анимешная шлюшка, судя по ней. Но у неё отличные подушки безопасности. Я думаю, что, учитывая, что игра про гонки, надо брать именно её. Эта девушка, кажется, очень уравновешенной и расчётливой. Эти качества, конечно же, необходимы будущей чемпионке. Но, как известно, в Тихомомуте Жанет талантливый автодизайнер. А, и, конечно же, она настолько красива, что зритель, да-да-да, 23 года. Жанет Уллерих. Юлия Ким, 19 лет. Живое воплощение скандала. Любимица тусовки регулярно принимает ванны из зависти и душ из обожания. Она уверена, что она на 120%. Ванны из зависти и душ из обожания. Ох, что-то азиатская медицина. Рокки. Хрупкая, пронзительно красивая. Это она-то пронзительно красивая, господи. Девочка, дочь знаменитой японской актрисы и французского кинорежиссера. Что ей тут надо, вообще непонятно. Мне не нравятся здесь зеленые волосы. Красотка. Просто красотка. Вот так вот. Похожа на какую-то актрису. У нее слишком толстые ляжки. У нее непропорционально толстые ноги. И почему-то она в трусах, но кроссовки аж почти по колено. Ослепительная блондинка, одинаково бойко разговаривающая на английском, испанском и русском. В Америке снимается в эротических лентах. Вот, сразу по ней видно, кто она. Эротическая актриса, модель Лос-Анджелес, Москва. Так, а теперь посмотрим на девочек, стоящих справа. Смайлик. Бывшая гимнастка, ушедшая из этого вида спорта из-за травмы. Я, кажется, догадываюсь, где у нее травма по выпирающему верблюжьему копытцу. Алла Федорова, 20 лет. Умная, красивая Блицгрик. И уверенная в себе Анастасия, директор самой крупной страховой компании. Я не знаю, почему-то у нее кривее, чем у остальных. Нарисованы трусы, вот эти кожаные. По-моему, она мужчина, у нее там аккуратненько уложен небольшой членчик. Кармен. Ну, это вообще, не знаю, девочка по вызову, если вызвать. По объявлению со столба, которые расклеивают на каждом углу, приедет именно такая женщина. 26 лет, телеведущая, диктор. Ну, не знаю. Панга. Легенда партизанской войны в Конго Туси. Вот, если бы я выбирал, кому здесь вылупить, так я бы, наверное, потыкал эту шоколадочку. У нее очень глаза классно выделяются. Звездочка. Ну, это мы знаем. Это из игрульки Street Fighter. По-моему, она там месилась в ней, да? Уже известная российской публике по телешоу «Звездный конвейер 3». Это, видимо, намек на фабрику звезд. Карина продолжает строить карьеру звезды. Ну, и лисичка. Вику стали узнавать на улицах после участия в реалити-шоу «Выживание». 19 лет студентка. Ну, Вика, наверное, обладает здесь одной из наиболее арийских внешностей. Хотя у нее ноги в два раза длиннее, чем тело. Что называется, прямо от ушей. А шортики заканчиваются раньше, чем эти самые ноги начинаются. Я считаю, что надо брать именно ее. У нее отличные шортики. Так, и мы переходим к выбору машины. Армадильо. Армадильо-кабрио. Jet Sly. Jet Sly-кабрио. Promo-Z. Promo-Z-кабрио. Я начинаю улавливать логику разработчика. Они отдельно поместили в эту игру машины купе и кабриолета. Это легкий, но сердитый способ умножить количество тачек на 2. Если бы они еще и седаны отдельно запилили, умножили бы на 3. А если бы еще универсалы, умножили бы на 4. А если бы еще пикапы, умножили бы на 5. Это была бы, наверное, по сути, если так считать, это была бы та самая игра, в которой была бы больше всего на свете тачек. Кстати, Golf Stream, Golf Stream Targo. Почему-то уже не кабриолета, а Targo. Но суть такова, что просто у тачки нет крыши. Причем, когда у тачки нет крыши, она почему-то начинает на 30 километров медленнее ездить. То есть выбор тут, ехать быстро или красиво. Ну, понятно, почему тачка без крыши едет медленно. Потому что за рулем сидит все сейчас та же опасная телка. И как бы в основном и предполагалось, что игрок будет ее разглядывать, а не дорогу. Поэтому тачку, видимо, и понерфили. Это очередная, собственно, игра, в которой, видимо, к разработчику Gazin Entertainment было масса вопросов по балансу техники. Какой БР у этой тачки? О, 33 километра. Надо вот это покупать. Что еще тут есть? 333. Но на следующий у меня уже денег не хватает. Поэтому надо смириться с этим ублюдским цветом розовым. Ну, у меня блондиночка, поэтому я думаю, что она будет смотреться очень даже гармонично. Блядь, не хватает денег. А, у меня и на это не хватает. Но я думаю, что моя блондинка должна просто пойти поговорить с ведущими. Сделать им э-э-э выгодное предложение. Которая не сможет отказаться и заработать нам 10 тысяч баксов. Потому что мне нужна нормальная тачка, чтобы побеждать. Где цена на это ведро? 50 тысяч баксов вот это. Да почему тачка, которая ездит 330, стоит одинаково? 27, 25. В этой тачке нет крыши, она медленнее, но стоит дороже. Даже управляемость хуже. Посмотрите, реально, тачка, которая стоит дороже, она хуже по всем параметрам. Но она кабриолет. Ну, возьмем вот этого Bumblebee. Нормально, да, я не люблю эти лишние сложности. Размещение рекламы спонсора на автомобиле. Вы должны попасть в первую тройку. Во всех трех заездов. Большой город. Дубай. Ночная Украина. Можно я сразу начну Украину? Потому что когда на ютубе есть хэштег Украина, то видео как бы больше набирает заключить контракт на эскорт услуги. Так, подпишем. Поскольку игра блондинка, она умеет подписываться только крестиком. И вновь поиграть самому в эту замечательную игру была не судьба. Игра крашится при входе в гонку, как последняя проститутка. То есть я только и смог что на телочек позалипать. И погонять на тачке мне так и не дали. Пока что из трех игр, как ни странно, работает только Boomer. То есть самая первая. Но посмотрев видосы на ютубе, стало понятно, что это за игра. Мне казалось, что это отечественный ответ какой-нибудь части Need for Speed. Underground 1 или Underground 2. Может даже Most Wanted, которые вышли, ну, несколькими годами ранее. Most Wanted в тот же год. Но нет, это отечественный ответ игре Flatout. Только с более хреновой графикой. Зато здесь можно друг в друга стрелять. В этой игре дохрена разных режимов. Но, как я понял, большинство из них похоже на гребаную кашу. Учитывая, что в этих гонках есть стрельба и есть карты, напоминающие размерами арену. Закрадывается такое подозрение, что Годзины хотели сделать игру. Типа смесь старого доброго Vigilant 8, Кармагеддона и еще чего-то с чем-то. И если это действительно так, то у них не очень-то получилось. Вообще, недостатка в гоночных играх в то время, а в хороших, качественных и интересных не было. Следовательно, конкурентов у этой игры было дофига. Игровые порталы ставят этой игре оценку примерно 70%, что значит типа игра сносная. В то время игроки ставят на 10% меньше. Но в то же время, в отличие от игры Boomer, в это уже можно было играть. А значит, что для Годзинов это уже был какой-никакой прогресс. Несмотря на конкретный провал игры Boomer, которая получила от игровых порталов и критиков крайне низкие оценки и была признана мракобесием. Кстати, даже игроки оценили игру Boomer выше. Но, видимо, четким пацанам игру все-таки подзашла. Так вот, несмотря на это, в 2006 году Гайдин снова выпустили игру в тандеме с Гоблином, которая снова была наполовину по фильму, наполовину по книге, которую же, согласно Википедии, Дмитрий Юрьевич сам и написал. И называется эта игра «Братва и кольцо». В отличие от мракобесного трэша под названием Boomer, в котором Дмитрий Юрьевич всего лишь зачитал пару фраз и озвучил дебильный смех, геймплей, который жил своей отдельной жизнью, не имея ничего общего ни к оригинальному фильму, ни к смешной озвучке, эта игра делалась прямо под Гоблина. Под его, так сказать, фирменный юмор. Ну и, судя по всему, под его же чутким руководством. Ну а поскольку в играх на тот момент ни Гайджин, ни Гоблин ни хрена не понимали, получилось вот что. Сразу видно, что здесь довольно много уровней. Это в отличие от того же Boomer, от этого же разработчика, который проходит, по словам бывалых, в лет часа за три. Движок у этой игры все тот же, что и у Boomer, и у прочих игр Гайджин, Дагор. Только здесь, видимо, первого поколения. Ну и то есть пра-пра-пра-дедушка Дагора 4, на котором сделан War Thunder. Для игры даже выходила DLC, атака клонов. В патче для этой игры с особой любовью Гоблин выкладывал на своем сайте лично. Кстати, здесь на эльфийской могиле нанесена карта московского метро. Это угадывается по кольцевой линии. Ну давайте посмотрим. Так, Боня в кабаке копытом врыла. И нас переносят к выбору персонажей. Правда, большинство из них, вернее почти все, кроме агронома сына Агропрема, заблокированы. Видимо, игра рассчитана либо на несколько прохождений, либо в процессе прохождения вы будете получать какой-то опыт, и персонажи будут разблокировать. Я точно не знаю. Хотя, конейт на переправе вроде как не меняют. Но вообще, если бы разблокированы были все, я бы играл Капролом Ященко. Ну или Ященко, который доступен только с 70-й крутизны. Мне нравится его перекошенное рыло, ватничек, ушанка. Это символично, что фамилия у него украинская, а одет он как, ну, ладно. Гиви Зурабович Церетелли. Недоступен, недоступен. Ну, в общем-то, выбор невелик. Только Агропром, сын агронома или что-то так. Вот эту заставку, скорее всего, мне придется вырезать по жалобам правообладателей, потому что на заставке присутствует лично сам. Ну, посмотрим. Если как бы жалоб не будет, то она останется. На секретную встречу с Федором Пиндальф отправил своего верного помощника, бомжа-агронома. За два дня до встречи с Федором агроном сидел в кабаке удар копытом в рыло и набирался терпения. Такое чувство, что за 10 лет Дмитрий Юрьевич вообще не изменился ни внешне, ни в плане мимики, ни в плане голоса. Хоть что-то в наше лихое время не меняется. В игре присутствуют фирменные названия всяческих локаций, как я понимаю, в духе и в стиле на все тех же смешных озвучек, как и имена. Замечательного карапуза. Странно, что нет субтитров. Итак, начинается боевка. Учитывая, что я знаю, кто разработчик этой игры, странно, что нет ваншотов. То есть довольно-таки плотно приходится рубить матрасню. Ну, пока что в первой локации мобов всего три вида. Из них сейчас на экране, видите, два. Матросы в тельняшках и матросы в тельняшках темных. С этими, с воротничком или что-то такое, не знаю. Вот, третий вид подойдет попозже. Снова этот какой-то непонятный интерфейс на любителя, когда огромные надписи вылетают из поверженных врагов. Типа «Жесть» или «Круто». Не знаю, зачем. В «Бумере» то же самое было. Точно такие же огромные значки великанские во весь монитор, блядь, для слепых, тупых, глухих и жалких. Я просто не знаю, для кого еще. В принципе, графика даже по сей день довольно терпима. Как сказал мой кореш, лучше, чем в «Армате». Ну, лишь бы «Арматку» бедную потроллить. В плане функционала в игре есть блок, но он не нужен. Есть сильный удар, но он не нужен. Проще спамить быстрым. Есть отскок назад, но он не нужен. И самая ненужная херня, по крайней мере, на первом уровне точно, это добивание. Как видите, враги, если падают, то у них уже нету головы, и добивать их не требуется. Однако функционал такой в игре есть. Я не знаю. То ли они троллят властелинка лес таким образом, то ли хрен его поймешь. Я не знаю, что эта толпа матросов делала вот в этом чулане, на входе в который висят рога. Но просто... А, они там откуда-то спрыгивают. А то я уже думал, что это я хрену узнаю. Уж не грешным ли делом они там занимаются? Агроном одет как, ну, по-моему, красный комиссар, что ли, в чапаевские штаны. Вооружен также чапаевской шашкой. Так, подождите, они вообще там кончатся, нет? Может, мне дальше надо идти? Полундра. Полундра. Что характерно, всех персонажей гоблина звучал сам, и больше никто... О, какая толпа. Как ультануть? Как ультануть? В первой миссии агроном помереть не может. Жизнь у него бесконечна. А вот и третий вид мобов. Орковатники. Как мы видим, моб Орковатник усилен канализационным люком, который он, аки Орден Сарумана, носит на шею на цепи. Так, ну вот, Орк присел, вроде как бы, и это благоприятное время для проведения добивания, однако добивать его не требуется, он все равно дохнет. Видите, смотрите, агроном даже не целится для добивания у этого моба. Я не знаю, может быть, может каких-то боссов надо будет добивать. Но это в будущем. Радует обилие кровищи. В том же фильме от Квинтина Тарантино «Убить Билла» и то столько не было. Кровь фонтанирует из врагов просто ведрами. Единственное, что только во время заставочки немножко кровь подмыть успели. Когда набирается шкала, обозначенная в виде лампы дневного света в верхнем левом углу, ваш герой начинает светиться молниями. Что это дает, непонятно. Начинает ли он бить молнией своих врагов? Нет, не начинает. В игре также есть стрельба из лука, однако стрел у меня нет. Снова, видимо, приплыл очередной пароход к чулану и снова из маленькой комнатки выбегает толпа людей. Как вы можете понять, как несложно догадаться, цель этой миссии на данный момент – защищать дверь, за которой спрятался мелкий карапуз Федор Сумкин. Кстати, сам перевод фамилии Сумкин – это практически дословный перевод фамилии Бэггинс, потому что Бэгг – это, ну, рюкзак, сумка и чемодан, что-то такое. Я, видимо, мне придется сильно-сильно убавить звук в этой игре, но озвучка в плане музыки подобрана фирменная. Точно так же, как и в интро. О! Морячок сейчас словил, ничего себе. В общем, это фирменные саундтреки, которые Гоблин обычно использует в своих смешных переводах. Бэггинса не видно было, видно было обосранный доверху просто унитаз, из чего Агроном сделал вывод, что Хоббиту просто очень страшно. Так же эта игра, видимо, из жанра РПГ, потому что здесь есть какая-никакая прокачка. Все полученные очки в конце миссии увеличатся на 5%, что позволит вам покупать новые улучшения. Больше здоровья на 5%, которое один хрен до этого было бесконечным. Комбинации из трех быстрых ударов ЛБ, ЛБ, ЛБ. Вставание после падения с ударом. Но меня пока еще ни разу не уронили. То есть здесь прокачка уже интереснее, чем даже в новом God of War, по-моему. Как видите, у меня остались еще нераспределенные очки, но я не могу ничего прокачать просто потому, что у моего персонажа недостаточно высокий уровень. Узнаю руку мастеров, ведь именно так устроен красаут. Там тоже вас ограничивают не только ресурсами, но еще и по уровню прокачки вашей фракции. Вот такие дела. Ладно, уровень следующий называется Кладбищенский ужас. И снова, видимо, сейчас будет превьюшка. Превьюшка в виде новостей Гондураса. Сеня Ганджубас, как я понимаю, стал доступен. То есть здесь как обоим револьвера. Агроном отстрелялся, следующий на очереди Ганджубас. В следующем уровне глядишь, ага, и Сумкин разблокирован. Когда Сумкин моргает, мне кажется, что у него просто глаза выколоты. Смотрите, он что, блин, все эти веки черной краской нахерачил, что ли? Ну давай. На мрачную равнину спустился жуткий туман, и Пёдор с Сеней потерялись. Внезапно перед ними оказалось кладбище. Шастать промеж могилами не было ни малейшего желания. Но увидев блеск золотых монет, Сеня окончательно утратил над собой контроль. Фига, Михалыч, кэш раскидан. Похоже, с золотом. Сеня, гнида. Все золото мое. Я, начальник, кому сказано, что нашел, давай сюда. Ой, как лагает, блин. 9 фпс, 9 фпс, чуваки. 36. Черт. Даже армата лучше оптимизирована, а там оптимизации нет вообще. А вот теперь 45, я понял. Главное, чтобы камера была где-нибудь со стороны. Ну, ну и понятно, вы посмотрите, какие спецэффекты. Здесь, собственно, тоже встали те же самые бомжи из бара, по-моему, только они нарисованы в виде каких-то призраков, да? Это те же самые орки в ушанках. Вон их даже люк наболтается на груди. А спецэффект при заполнении лампы дневного света у всех героев один и тот же. Молния. Которая в равной степени делает вообще ни хрена. Странно, что привидение брыжет с зеленой кровью. Но просто поймите правильно, игре нужны были спецэффекты, а достоверной информации по цвету эктоплазма ни у кого нет. Да, в диких лагах проходит эта рубка, благо что реакция блоки переката и подсечки подката и парирование здесь нахрен не нужны. Можно просто спамить. Нет, это невозможно смотреть. Давайте я просто за кадром пройду и мы посмотрим следующий уровень. Да, в каких-то местах... В лучших традициях арморт ворх. В каких-то местах лаги есть, а в каких-то нет. Вот черт его знает, как так у них получилось. Я предлагаю всех заманивать к вот этому упавшему дереву, потому что здесь лагов нету и с ними можно нормально драться при 46 фпс. Именно так скилловики нагибают раков в арматку, когда у скилловика комп и пинг хорошие, у него лагов нету, а у всех остальных верная 20 фпс на экране, они просто на состоянии пикселей выцеливать. Ну и в довершении уровня огромная мега-битва с толпой привидений, если их так может назвать. Смысл уровня был собрать нужное количество монет, указанных в правом верхнем углу, поскольку я хуёвничал и монетки не собирал, потому что необходимо было разбивать долбанные деревья, они хрен знает сколько ударов выдерживают, монетки мне теперь приходится выбивать из привидений. И как вы думаете, поскольку монеток падает из каждого призрака, который убивается ударов с 10, по одной, и то не всегда, вот это да. То есть, когда я пришел к этому камню, мне не хватало примерно 35 монет. Я бью их уже целый час, ну, нереального времени, конечно же. Не то чтобы час, но... Я убью их уже минут 5, если честно. И... И все еще не набрал. Не набрал сумму для прохода через камень. Я не знаю, зачем хоббитам нужны сейчас монеты, ведь они на кладбище. Чего они хотят? Ну, участок себе купить, что ли? Ну, задачу поставлю, задачу выполнять. Причем... Эти пидоры все время норовят зажать вас толпой. Несмотря на всю убогость искусственного интеллекта, они стремятся вас окружать. И уж когда у них это получается, вырваться из этого довольно сложно, потому что от каждого удара мелкий хоббит вздрагивает и останавливается в движении. Поэтому, когда они бьют вас по очереди, у них есть огромный приличный шанс вас просто-напросто зажать. Поэтому эта игра не так проста, как кажется на первый взгляд. Вот видите, видите, что делают? Поэтому высматривайте зенками щель в их встроенном ряду и, сука, мухой туда. Блять. Ура! Все, последний вздох. Нахер, добивать эту кодлую. Ну-ка. Ну-ка с молниями. А, понятно, что делает молния. Она делает его невосприимчивым к атакам, по-моему, нет? Хотя нет, сейчас он, по-моему, даже атаку почувствовал. Атас. Ну вот, я ступил лишний атас и прошел этот уровень. Ну вот тут мы видим, что какой-то мавзолей. Ну это, которым в лучших традициях юмора светится надпись «Выход». Хоббит. Хоббит со страху начал танцевать танцы в лучших традициях. Кто там эту омару кукареллу пел? И лаги продолжают, конечно, куда же без них. А вот и какой-то новый моб. Горбатый призрак кунг-фу панды, насколько я вижу. Я просто таких персонажей что-то не припомнил. Смотрите, какие толстые в шапке Рейдена. Удары также наносят по очереди, заставляя хоббита залипать на месте. Памятник смертям с костой стоит на каждом шагу. Снова, кстати, играет уже на этот раз новая трэшовая мелодия в обработчике. Украшенная тяжелой гитарой. Очень странно, но где-то на половине этого уровня хоббит замолчал. До этого он постоянно приговаривал «Гони монету, гони монету костяной». Но как только монетки он набрал, фразочки у него кончились. Странно. Как-то так, игра от гоблина. Все. Все встало на свои места. Когда гоблин участвует в игре, он старается быть всегда на виду. Но по тупому смеху к месту и не к месту в бумере. Вернее, всегда не к месту. Я думаю, что все это поняли. Блядь, вот просто к ним не подойти. Потому что они подбегают и бьют без замаха. Смотрите, 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 не дают, не дают отойти. Спаси Сеню. Пошел он нахуй, Сеня ваш. Смотрите, смотрите, смотрите. Сейчас. Опа. Но, как я уже говорил, персонаж что в первой миссии, что, видимо, во второй абсолютно бессмертен, ему насрать. А вот, смотрите, зачистка. Нет, все-таки сдох. Просто индикатор жизни не соответствует действительности. Ведь это так сложно сделать, чтобы персонаж погибал, когда у вас заканчивается здоровье. А, и уровень начинается сначала. Ну что ж. При такой откровенно ушлепочной боевке проходить эту игру не так-то просто. Ну, что можно сказать об этой игре? Она получила довольно средние оценки, что в половину лучше, чем Бумер. Основной упор здесь, конечно, сделан не на геймплей, а на юмор Гоблина. То есть на эти фразы, на сюжет, описанный в какой-то в этой книге. Вот, кстати, не знал, что книгу это написал. Не то, чтобы я прям супер следил за его творчеством, но все-таки писать книгу по переделам у Властелина колец, как минимум, странное занятие. Вот, но не знаю, почему Гайдзин не смогли запилить сюда нормальный геймплей, ведь был уже Lord of the Rings Return of the King. Довольно годный, наверное, одна из лучших игр по Властелин колец 2003 года разлива. И почему было не сделать просто геймплей как там, взяв у из коммуниздев. В принципе, дело-то привычное, судя по игре Жмурки. То есть и была бы игра годная, и озвучка годная, и сюжет был бы прикольный. А пока, вернее, а в итоге получилось так, что геймплей, ну, геймплей приходилось, откровенно говоря, терпеть, судя по всему. То есть в игру видно, что играли только фанаты Гоблина. Они, в общем-то, и пишут в комментах, что, ой, ностальгия, игра классная была в свое время, прошел там. Чисто ради озвучки, чисто поржать запускал, вот, что это такое. Потому что люди, которые фанатами Гоблина не являются, они вот в это играть просто не стали. Их тоже, видно, по комментариям, типа, запустил, убил двух бомжей, блядь, и вышел. Я не понимаю, почему мне перестало фартить на лут аптечек, которые до этого сыпались из каждого бомжа в невероятных количествах. И теперь меня просто оставили без лечения. Я так понял, что, все, смотрите, с двух сторон просто меня в очередной раз здесь зажали. Я не могу ходить, я не могу ходить, что за говно. Блядь, эта игра сложнее, чем Dark Souls и God of War вместе взятые. Я думаю, что... Кстати, тут есть сложность какая-то, может быть. В отличие от Арагорна, вернее, Агронома, у Хоббита на вооружении есть все-таки оружие дальнего боя. Вернее, оно было и у Агронома, но у него не было стрел. Хоббиту же дали 30 камешков. Давайте посмотрим, может они мне чем-то помогут. Да, действительно. Каждый камешек, попадая в жбан привидению, станет его. А вот так, нечестно, они выползли прямо перед носом. Но оторваться от них для нанесения дальних атак просто невозможно. Я думаю, что этот уровень нужно было проходить снова Агрономом, который уже был прокачан до второго левела и не брать Хоббита ни в коем случае. Хоббит просто не способен ничего здесь сделать. Его просто зажимают и разрывают ему пердак. Вот снова подошел к этому моменту, жизнь у меня... Я полон здоровья, как никогда, давай. Вот, я начал дальнюю атаку, сразу провел. Видите, видите, они моментально настигают. О, а вот я провел атаку первым и... Блядь, дайте отойти, пидоры, пиздец. Когда Хоббит натягивает рогатку, он почему-то отворачивается в другую сторону. О, выпала все-таки аптечка, блядь, здоровье 20 грамм. Как будто пузырек боярышника залутал. Так, ну и вот я дошел до какого-то места, там раскаленная коворота. Блядь, когда камера переключается, тут что-то... Ну, спящая красавица, посмотри. Федор Михайлович, я видел мертвых людей. А это Федор Михайлович Достоевский, отсылка к мертвым душам сейчас была, что ли? Джедайский. Синя, еще раз с моими деньгами убежишь, и я увижу мертвым тебя. Как че так сразу, Синя? Хочу заметить, что не всегда, когда происходит разговор, они открывают рот. Иногда озвучка наложена просто поверх молчащего персонажа. То самочувствие, когда это же Гайдзина в Ленингру делать. Синя, ахтонг! Чурки завоеванные! Чурки завоеванные! Синя, ахтонг! Яровой на вас в 2006 году не было, ребята. Так, а что это за раскаленная сковородка? Для чего она нужна? Не знаю, Хоббит прошел по небосиком вообще спокойно. Надо сказать, что уровни здесь довольно-таки длинные. Я думал, что все будут такие короткие, как первый, но нет. Этот в два раза длиннее, если не в три. Блять, лагает, ёпты безбожно. Опа! А вот меня избили, надо же. Да, эти с косами. Жестят не по-детски. Еще трое, ёптвою мать. Дохнет, тварь, еще раз. Я хочу косить, косить. Вонюшник, топлые. По-моему, напарник больше мешает, чем помогает, потому что я постоянно в него упираюсь, когда пытаюсь убежать. Очень странно, что в том месте, где вообще не происходит никакого боя, лежит полная шкала заряда. В виде шарика с портретом Гоблина и надписью полный П. Ну вот я и взял, и что, и бомжей я только через минуту встретил, и то... И как раз полный П и закончился. Странно. Помогу закосить от армии. Помогу закосить от армии? Видимо, юмор в том, что персонажа... Вражеский NPC вооружен косой. Закосить от армии, типа, отрубить ногу, наверное, что ли? Слышь, дубинушка, жахнем. Они опять нас окружили, они опять зажали. Капец. Интересно, у кого на компе эта игра вообще пошла, если она в 2016-м так лагает? Но может быть дело в том, что она запущена через эмулятор Windows XP. Шутки из воздуха как-то не очень-то удаются. Супер! Я получил ранг супер. Я не могу, наверное, на это прокачать Арагорна. Интересно, а что значит 70 крутостей для того, чтобы сыграть прапорщиком? Тут какой-то шкалы крутости-то я, в общем-то, не вижу. На третьем уровне нарисован орк в немецкой каске. Так, давай все-таки Арагорном. Он мне больше понравился, он, мне кажется, более боевой. Агроном вывел отряд к заброшенной турбазе ОМОН-СУ, где и предложил с комфортом заночевать. Вывел отряд, что характерно, агронома на этом уровне вообще не было. Злобным Назгулом не составило труда догадаться. А, Назгула это ССовцы, понятно. Интересно. Ну, сейчас посмотрим теперь на фашистских орков и будем закругляться с этой игрой. Смыв, а в толчке деревенского типа сортир, это типа очередной хьюмор. Ну, в общем-то, шутка неплохая. Арагорн похож на Нормана Ридуса. Влажную приборку. Иногда какие-то... Звук обработан под противогаз, постарались. Но что они говорят, вообще непонятно. Мне кажется, что-то на немецком. Сейчас он сам шагнул в костер и загорелся. Вообще они напоминают Дарта Вейдера. Фашистского, мать его, Дарта Вейдера. Да, и теперь, конечно, бои стали вообще невероятно сложными. Что-то там гранаты. Блядь, они вообще бессмертные. Посмотрите, в God of War Минотавра быстрее убить можно. Мне кажется, я нашел баг. Уважаемые Годзины, просьба заняться. Я вам репорт скину. А, надо факел поджигать и... Ну вот, сказал ему в сортире. Загнуться. Он и пошел в сортир, смотри-ка. Это, видимо, мини-босс. Ну что ж, будем матчить в сортире. Дас из Фантастиш. Вот это я слышал. Да, они когда загораются, они почему-то бегут в сортир. Где их нельзя атаковать. Ну что ж, в принципе, понятно. Основной упор, как я уже сказал, был сделан на хьюмор. На хьюмор и оригинальность. В принципе, местами и правда довольно-таки прикольно. Местами довольно оригинально. Но в плане геймплея, это все такой же трэш. Серьезно. Если вам без разницы, если этот антураж, который тут сделан в стиле смешных озвучек, вам эта игра, блин, просто не могла понравиться. Ей просто нечем. Потому что даже... Все, факел-то кончил. А, вот он загорел. Потому что даже в «Властелине колец. Возвращение короля» 2003 года, там и боевка интереснее, и батальные сцены есть, и... Да, и вообще там и магия там... Там все лучше, все интереснее, но... Два года разницы абсолютно не дали никакой форы. Этому «Властелин колец». Плюс ко всему... Там есть, там, не знаю, оборона стен, где надо разрушать башни осадные. Там много чего есть, интересно. А здесь все бои проходят в коридорах и на полянках, в общем-то. Поэтому, как бы, ключевую роль здесь играет хюмор гоблина. Я просто не знаю, блядь, их вообще убить-то реально? Что надо сделать? У меня кнопка добивания вообще не работает сейчас. Куда этот чупакабра там пытается убежать? Мне кажется, он в сортире застрял. Размахивая факелом, Арагорн выпускает снопы искр, или, я не знаю, огни какие-то разлетаются. Но того бомжа в туалете поджечь невозможно. Как невозможно убить и этого, господи. Я думаю, что если есть человек, который проходил эту игру... Вообще, я в комментах читал, что чувак написал, что игра короткая на 4 часа. Блядь, как ты прошел этот тур? И напиши мне, я же не усну сегодня. Ну и, собственно, на этом непроходимом моменте первая часть видео по играм от Гайзин Интертеймент подходит к концу. Видео и так получилось неожиданно длинным, а двухчасовые ролики, согласитесь, никто не любит. Поэтому такие шедевры, как Волкодав, Путь война, Параграф 78 и другие, вы увидите в следующей части. А пока че-нибудь жмите, че-нибудь пишите и все такое.